Сегодня у нас традиционный обзор вчерашней оперативки в правительстве и наиболее значимых событий, которые прошли с момента прошлого обзора. Оперативка, как обычно, в последнее время началась с традиционного опоздания. В данном случае Хабиров опоздал на 7 минут. Я не знаю, пытается ли он копировать Путина, либо просто не попадает в график. Но, тем не менее, все присутствующие уже привычно ожидают выхода руководителя в зал заседаний. Начал Хабиров заседание с поздравлений. А именно с поздравлением с 50-летием Илшата Тажетдинова. Цитирую, Хабиров охарактеризовал этого выдающегося политического деятеля следующим образом. Один из самых эффективных членов нашей команды. После чего Хабиров захлопал, но хлопал он почему-то один. Выглядело это, конечно, достаточно зловеще. Далее Хабиров перешел к кадровым перестановкам, которые в последнее время я не комментирую, ввиду их незначительности. Но сегодня сделаю исключение. Речь зашла о многострадальном Краснокамском районе, в котором наконец-то появился глава. Предшественник нынешнего свеженького главы, господин Гельмулин, уже много месяцев томится в заключении. Ему предъявлено обвинение в получении взятки и много-много всяких обстоятельств при обыске и так далее. Однако господин Гельмулин через своего адвоката и каким-то еще образом сообщил, что он не намерен оставлять своего поста от де-факто до юра и так далее. Он все еще не лишен этих полномочий был, потому что ему не было еще предъявлено обвинение, он не получил приговора. И, в общем, случилась такая патовая ситуация. Краснокамский район остался без главы. И теперь по заданию Хабирова было найдено то решение, которое, собственно, было найдено. Это новая технология, она еще не применялась у нас в Башкортостане. И случилось вот что. Был найден юридический повод для отстранения главы Гельмулина от его полномочий. Пускай даже формальных. И этим поводом явилось интересное обстоятельство. Глава был отозван в связи с отзывом допуска к гостайне. Вообще красивая юридическая такая форма. Формально получается так, что так как любой руководитель района имеет доступ к определенным сведениям, являющимся государственной тайной, а он находится в заключении, и этот доступ был отозван, ну, соответственно, он перестает быть главой. Ну, да ладно. Новым главой Краснокамска стал господин Мусин, буквально еще неделю назад бывший главой Мишкинского района. Он оттуда ушел добровольно, и вот внезапно всплыл буквально в Краснокамском районе. Прямо скажем, назначение весьма сомнительное, потому что люди, знающие, характеризуют господина Мусина как человека, подверженного традиционному русскому пороку и время от времени пропадающему на недельку или даже полторы. В общем, тут, конечно, очевидно, кадровая служба у Радио Фаридовича не досмотрела. Но будем надеяться, что какое-то время господин Мусин продержится и сделает хоть что-нибудь полезное для Краснокамского района. Далее традиционно шел доклад о оперативной обстановке на дорогах, пожарах и так далее. В этой части, на этой неделе, слава богу, ничего экстраординарного не случилось. Примерно среднеобычное количество аварий и пожаров. Говорить об этом не будем. После обзора оперативной обстановки перешли к вопросам повестки. И первым вопросом в повестке был вопрос о мерах погашения задолженности по зарплате. Этот вопрос уже несколько раз обсуждался на правительстве. Собственно, такая текущая проблема. Постоянно обсуждались цифры и динамики. Но в этом скучном вопросе в этот раз я усмотрел одну любопытную вещь. Докладчица госпожа Острелина Татьяна Николаевна выложила на экран статистику и в потребной эпохе, манере сообщила о том, что у нас начинается ухудшение, улучшение, возрастание, падение и так далее. То есть вот эта вот статистическая демагогия у нее сводилась к тому, что ситуация с задолженностью по зарплате у нее улучшается. Однако на экране все это время экспонировался график, из которого было понятно, что, например, если брать январь, то это 560 миллионов задолженностей. Если брать май, то 582. 582. Где тут улучшение? И вообще ни один из месяцев, последовавших за январем, не дал показатель ниже, чем январский. Было там какое-то незначительное колебание и так далее. Вот это вот стремление потрафить, стремление сделать приятное начальство, оно, конечно, отвратительно бросается в глаза. А то, что касается цифр, конечно, очень сложно извращать при условии, что эти цифры хоть кто-нибудь смотрит и читает. В общем, конечно, госпожа Острелина без зазрения совести и прямо в глаза очков втирала всему правительству об успехах в области падения задолженности по зарплате. И, к сожалению, проблема задолженности по зарплате будет только нарастать, ввиду, собственно, нарастания кризиса и в Башкортостане, и в России в целом. Конечно же, количество организаций и предприятий, попадающих в сложную ситуацию, и в ситуацию, когда нечем платить зарплату, будет только увеличиваться. Но вот так вот врать просто в глаза, наверное, нехорошо. В связи с этой проблемой, после того, как отстрелялась госпожа начальница трудовой инспекции, Хабиров выслушал ее и почему-то вдруг начал рассуждать о связи невыплаты зарплаты и банкротства. Определенным образом, конечно, эта связь существует. То есть, когда предприятие попадает в какое-то совершенно кризисное состояние, начинается банкротство, конечно, арбитражный управляющий там какую-то роль играет в вопросах выплаты зарплаты. Но рассуждения Хабирова мне не показались напрямую связанными именно с этой проблемой, а, судя по всему, каким-то инстинктивным посылом вовне. Сегодня я процитирую первую цитату, которая относится к этому вопросу. Хабиров сказал, надо понять, что у нас с арбитражными управляющими, это вопрос хоть и федеральный, но они работают на нашей территории. Вот первый тревожный звоночек – это вот это противопоставление того, что это хоть и федеральный вопрос, но работают они на нашей территории. А вы ради Фаритовича Шуварова позвоните своему родственнику, он вам все расскажет про то, как работают у нас арбитражные управляющие, какие там ходы-выходы и технологии существуют. Что тут вообще такого непонятного? Вы, собственно, сами стояли у истоков вот этого СРУ арбитражных управляющих Евросип, которые сейчас с успехом и нарастающим, прямо скажем, успехом грабят республику Башкортостан. Далее Хабиров еще более интересную вещь сказал, цитируя еще одну его цитату. Мы можем не юридическими, а административными методами договариваться с арбитражными управляющими. Позвольте, Радий Фаритович, а вы точно юрист? Что значит не юридическими, а административными? То есть не по закону, а по понятиям или как вообще? И что значит договариваться с арбитражными управляющими? Арбитражный управляющий – это человек, ведущий свою деятельность, строго регламентированно по отдельному закону. И никаких договариваться там не существует. В общем, это какой-то ужасный ужас. Далее Хабиров повысил градус своих рассуждений об арбитражных управляющих. Он сообщил, что, цитирую, те, которые не выстроятся, не готовы, значит, будем с ним по-особому разговаривать. Это в смысле к вопросу о Техасе, что ли? Как по-особому? Отстреливать будем? Или еще что-то делать? Насчет по-особому разговаривать мы поговорим дальше в нашей передаче. Но вот этот вот аспект, который поднял Хабиров по части арбитражных управляющих, это вообще какая-то пугающая тенденция. Я бы на месте арбитражных управляющих, работающих сейчас в Башкирии, 10 раз подумал, продолжать ли мы эту деятельность, или с ними начнут по-особому разговаривать. Далее в повестке был вопрос об устройстве гравийных дорог в Республике Башкортостан. Тимур Рафисович Мухаммедьянов со свойственной ему бойкостью и цифровой последовательностью изложил нам огромное количество цифр. И вот краткая выжимка из того, что он сказал. Потребность в песчано-гравийных дорогах в Республике 11 300 километров. Примерно 15% этой потребности он удовлетворит в 2019 году, что всего ему понадобится 5,7 миллиарда рублей на все это дело. Закончит он эту программу в 2025 году. Ну и начнут в этом году они, работая по запланированному объему 1 июня. Собственно, о чем идет речь. Где-то еще в октябре-ноябре давно Ради Хабиров сообщил широкой общественности, что оказывается, к вновь построенным жилым комплексам и всевозможным местам, где строятся коттеджные поселки, индивидуальная застройка и так далее в Республике, не нужно строить асфальтовых дорог, а достаточно построить гравийные дороги. И вот почему. По задумке Радиа Фаритовича, люди, которые строят там дома, либо индивидуальные дома, либо многоквартирные дома, они все равно разобьют эту дорогу самосвалами, а вот пока они строятся, им там нужно сделать гравийную дорогу, а потом, когда они достроятся, им когда-нибудь потом, очень нескоро, судя по всему, после 2025 года, им построят там, наверное, асфальтовую дорогу. Ну, с одной стороны, конечно, логика в этом есть, то есть, учитывая, что мы изначально строим плохую асфальтовую дорогу, то, конечно же, грузовики ее разобьют, и будет жалко. А вот если построить хорошую асфальтовую дорогу, то ее никто не разобьет, но мы так не умеем. Ну, в общем, вот именно в этой логике Тимур Рафисович рассказал, что да, пожелание Радиа Фаритовича практически исполнено, значит, составлена программа, и теперь всю Башкирию опутают сеть не асфальтовых, а песчаногравийных дорог. Ну, еще немного, и мы, наверное, дойдем до глинобитных уже дорог, а там уже и как древние римляне будем мастить их какими-нибудь плоскими камнями. Ну, посмотрим. Любопытно отметить, что, как и практически во всех сюжетах оперативных совещаний, на какую бы тему эти сюжеты не были, было упомянуто, что именно по вашему повелению, дорогой Ради Фаритович, вот эта история возникла в республике Башкортостан. Ну, то есть, судя по всему, до этого гравийных дорог, конечно, не было. Более того, по селектору на экран вывели Иглинский район, глава Иглинского района был где-то, значит, в служебной командировке, и замглавы, испуганный и хорошо причесанный, появился, значит, на экране. Хабиров его строго спросил, а вы ощущаете поддержку по строительству дорог? Ну, замглавы, конечно, затрясся мелкой дрожью, но сообщил, что да, очень-очень-очень сильно ощущает, вот прямо в данный момент он прямо ощущает эту поддержку, так что вот-вот свалится со стула. Ну, в общем, немножко, конечно, отдавало постановкой. Следующим вопросом оперативки был вопрос об обеспечении земельными участками граждан, имеющих троих и более детей и детей-инвалидов. Собственно, история старая, докладчик поменялся, здесь докладчиком был Полставалов, который сообщил нам бодро о том, что 67% тех, кто имеет право на подобные участки, уже обеспечены в республике, там, ну, естественно, по велению дорогого Радио Фаритовича эта работа была усилена в последние месяцы. Значит, однако, примерно 25% районов республики Башкортостан имеют подобную обеспеченность ниже 30%. Практически полреспублики имеют обеспеченность этими участками 30-60%. Ну, сам себе Полставалов противоречий, значит, сообщил вот об этом всем. Вообще, конечно, тема неинтересная, кроме тех, кого она вообще касается. Нам известно, что эти участки выдаются, ну, где угодно, только не в тех местах, где на самом деле было бы хорошо жить. Главы районов это делают нехотя, не желая, а иной раз и сопротивляясь этому процессу. Мы все помним историю, которую мы вели по поселку Миловка, где были уже нарезаны участки для жителей вот этих льготных категорий, и где господин Угаров всеми силами не отдавал эти участки, желая их отдать какой-нибудь милой строительной компании для возведения каких-нибудь милых трех-четырехэтажных домов, в которых можно получить вполне себе милые квартирки. Ситуация, это, конечно, такая, ситуация, скажем, противостояния между федеральной посылкой, приказанием федеральным и местечковыми интересами. Господину Угарову, например, очень невыгодно раздавать очень дорогую землю, которая фактически находится в городе Уфе, а де юра прилегает к Уфе, там какие-нибудь хорошие, приятные и правильные прокуроры должны получать землю, по мнению, например, господина Угарова, а вот эта вся быдлота, которая имеет трех и больше детей, вовсе не достойна получения подобных участков. В общем, это, конечно, проблема, о которой господин Полставалов совершенно не говорил в своем докладе, а докладывал приятные начальству цифры. Пятым вопросом в повестке оперативки был вопрос об итогах месячника посадки деревьев. Руководитель ведомства, я имею в виду лесного ведомства в Башкирии, доложил, что за месяц с 20 апреля по 20 мая, он, видимо, пришел прямо с работы весь в земле, с лопатой на эту оперативку, было посажено 2 миллиона 250 тысяч деревьев. Несложный арифметический подсчет говорит о том, что Республика Башкортостан весь этот месяц высаживала, внимание, 2 дерева в секунду, если учитывать световой день. Ну, вообще без комментариев. То есть 2 дерева в секунду появлялось в Республике Башкортостан целый месяц. Ну, ладно, вообще эта тема много раз обсуждалась, там в ней тоже было очень много показухи и много предвыборных аспектов, на самом деле, агитационных. Тут надо отметить, что Радий Фаридович, выслушав доклад, повелел продолжать эту работу осенью, значит, повторить акцию в крупных городах и попытался пошутить. Прямо скажем, у Хабирова с юмором дела стоят очень плохо и шутка выглядела так. Если у вас кончились аллеи любви, ну пусть будут аллеи ненависти, сказал Хабиров. Ну, как-то непонятно, о чем речь идет, аллеи ненависти. Ну, может быть, это его подсознательное какое-то было высказание на фоне последних событий. Ну, в общем, выглядело, конечно, криво. Далее последовал, по словам Хабирова, любимая тема Тимура Рафисовича. О ходе работ, ямочного ремонта, дорог и во дворах в республике Башкортостан. Ну, действительно, тема, конечно, уже, прямо скажем, в свете последних событий забита и заезженная, но Мухаммед Тианов был в этот раз краток как выстрел. Он сообщил, что мы идем строго в графике, иной раз этот график превышаем. 88,1% годового объема уже выполнено. Значит, количество ям даже не буду воспроизводить, которые он сообщил, потому что это уже совсем смешно. Но отмечу, что по словам Тимура Рафисовича, Агидель, город Агидель, выполнил план по ямочному ремонту, внимание, на 241%. То есть, судя по всему, ямы в городе Агидель ремонтировали дважды. Ну, то есть, пришли и сверху еще раз ее заасфальтировали. Или, может, высадили какой-нибудь крупномер. Ну, я не знаю. В общем, это, конечно, странный статистический бред. Кроме того, по словам Мухаммед Янова, УФА точно так же перевыполнила план по ямочному ремонту и уже выполнила 159% плана. Ну, учитывая его фразу о том, что в целом выполнение 88%, то есть, цифра 159 и 88, в целом дает практически стопроцентную по общему объему. Может быть, я сложную сейчас арифметическую вещь говорю. Но если привести эти цифры друг к другу в временном и процентном факторе, то мы получим заявление о том, что в Уфе работы выполнены по ремонту ямочного от этого ремонта, по заделке ям во дворах и на дорогах. На самом деле, конечно, это не так. Ну, и Нефтекамск, который тоже перевыполнил план и выполнил 137% работ по ямочному ремонту. На этом Мухаммед Янов заклад свой закончил. А Хабиров его принял, ни слова не сказав в ответ. Далее традиционно по этому же вопросу докладывал господин Киреев. Ну, традиционно в смысле вот этого дуэта, который опять начинает распадаться. Из него, судя по всему, выпадает господин Мухаммед Янов, который несколько сменил свою манеру выступления и все больше и больше отдаляется от господина Киреева по качеству. А Киреев, как говорится, в своем амплуа. Киреев сообщил, что он собрал в пять раз меньше заявок, чем Мухаммед Янов. Я имею в виду через эту систему «Дорожный эксперт», что он выполнил всего 37% работ ямочного ремонта во дворах. Начал опять жаловаться и критиковать эту систему «Дорожный эксперт», что опять не грузится у него фото, что опять у него там геопривязка нехорошо работает, что какой-то Ижевск показывает. Ну, собственно, эта история на самом деле всем надоела. То есть, работает или не работает эта система уже теперь не важно, потому что, дорогой Михаил Юрьевич, вам до окончания работ осталось всего-то 25 дней. Вас уже никакой «Дорожный эксперт» не спасет. И мы об этом, кстати, поговорим чуть позднее. Но покритиковав вот этот «Дорожный эксперт», господин Киреев внезапно заговорил о своих столбиках. Он, наверное, забыл, что Радий Фаридович ему запретил больше упоминать эту тему на оперативках, но Киреев настаивал. Он сообщил, что с 14 апреля по 20 мая он установил 1693 столбика в республике Башкортостан, что, собственно, составляет всего 2% от его плана. Что-то как-то отстает, господин Киреев. Как же с освоением бабла-то вообще быть? В общем, и всего-то 4426 погонных метров заборов он установил, что тоже довольно-таки мало. А еще он организовал где-то, неведомо где, не иллюстрируя, кстати говоря, адресов и явок, 125 парковочных карманов для автомобилей. В общем, конечно, не знаю, зачем Киреев об этом заговорил. Видимо, совсем не о чем рассказать. Ну, вот прорвало его. Хабиров так слегка поморщился и покашлял, и раздал этим двум товарищам по комментарию. Мухаммедьянову он сказал, что нужно до конца лета довести работу дорожного эксперта до совершенства, и как-то так дал понять, что эта тема закрыта вообще, хватит уже об этом говорить. Кстати, он упомянул, что Мухаммедьянов там пообщался с общественниками, А Киреев вообще 3000 человек собрал по республике Башкортостан. Ну, это та самая непроверяемая деятельность, да? Он мог хоть 3 миллиона собрать и сообщить об этом. Ну, в общем, дорожный эксперт закрыли. А Кирееву отдельно, значит, он все-таки поручил продолжить работу по пресечению незаконных парковок на газонах, значит, и так далее. Кроме всего прочего, Хабиров, на мой взгляд, совершенно обоснованно обоим вот этим вот товарищам, и Кирееву, и Мухаммедьянову, строго-настрого сообщил, что до окончания вот этого дедлайна их работ 15 июня осталось совсем мало времени, и дальше они будут смотреть, насколько граждане правильно оценили или неправильно оценили их работу. Нехорошо, конечно, это звучало в том смысле, что надо смотреть дороги, а не то, как граждане их оценивают, но на самом деле вот это 15 июня – это совершенно устрашающая дата для обоих этих товарищей, я имею в виду Киреева и Мухаммедьянова, в том смысле, что после 15-го я предсказываю, как тяжело им будет объяснять, что они выполнили свою работу, а она вообще-то не выполнена. Завершил оперативку, к моему великому удивлению, Хабиров обсуждением темы трагического случая, который случился с сотрудницей Роспотребнадзора. Честно говоря, я думал, что он не станет обсуждать эту тему на этой оперативке и вообще не будет никак комментировать эту историю. Речь идет о самоубийстве Ольги Сидорчевой. И вот, собственно, что произошло. 14 мая госпожа Сидорчева проводила проверку предприятия общепита в Уфе, а именно кафе, принадлежавшего Альберту Мухаммедьярову, кафе-ферма, который находится в магазине ферма. Магазинчик перепродает фермерские продукты. Довольно большое заведение, расположенное на монументе «Дружба», симпатично отделанное деревом, как в бане, с силуэтами всяких зверей и домашних животных. В общем, ничего примечательного. Вот это заведение проверяла Ольга Сидорчева, выявила там грубейшие нарушения в организации питания, а именно отсутствие раздельного приготовления мясных, молочных и прочих продуктов, нарушений в хранении и так далее. В общем-то, эти нарушения типичные, опасные и распространенные для подобных заведений, особенно когда хозяева норовят обойти правила и нормативы в работе с сырыми продуктами, что, собственно, несет существенную угрозу отравления клиентов этих заведений. Собственно, совершенно закономерно было и то, что госпожа Сидорчева выписала предписание о ликвидации этих нарушений и временной приостановке работы кафе. Но потом случилось странное, а потом случилось страшное. Странное заключалось в том, что именно господин Мухамедьяров попадает в ближайший четверг на инвест-час. Потом он подбегает к радио Фаритовичу Хабирову и начинает жалостливо ему рассказывать о том, как душат в Башкортостане малый бизнес. Прямо скажем, что господин Мухамедьяров – фигура малоподходящая для подобной инсценировки, постановки о заботе о малом бизнесе и улучшении инвест-климата. Все мы помним, кто такой на самом деле господин Мухамедьяров и в какой манере он обычно ведет свой бизнес. Помним мы о том, что его знаменитый строительный рынок оказался на поверку по документам производственным помещениям, что позволяло ему существенным образом оптимизировать выплаты НДС и многих других налогов. Помним мы о том, что бизнес Мухамедьярова в Караидельском районе, вот эта его знаменитая база, ферма и так далее, построенная по предположению местных властей в водоохранной зоне и много-много других историй с этими клубами, с девочками, с видеозаписями скабрезного содержания. Именно вот этот персонаж становится объектом защиты ради Хабирова от произвола Роспотребнадзора. Далее Хабиров повелел собрать совещание, отдельное по вопросу вот этого, как он выразился, маленького кафе Мухамедьярова, на котором, на этом совещании, он устроил разнос господину Степанову, руководителю регионального Роспотребнадзора, заявил, что он работать с таким руководителем не будет, что он его обманывает и так далее, и так далее. И госпожа Сидорчева тоже присутствовала на этом совещании и тоже основательно досталась от Хабирова. Мухамедьяров, присутствуя на этом совещании, сидел удовлетворенно, сложив ручки, а на следующий день госпожа Сидорчева покончила с собой. Случай этот, конечно, потряс всех, и меня в том числе. Какими бы ни были вот эти разборки внутри бизнеса и между всякими ведомствами и так далее, но смерть человека на фоне вот этих вот немытых столов в кафе Мухамедьярова, конечно, выглядела совершенно дико и жутко. Кроме всего прочего, давайте всмотримся в эту ситуацию. По выражению Хабирова, маленькое кафе подверглось наезду жуткого ведомства Роспотребнадзор. Хабиров бросил все государственные дела, бросил необеспеченных детей-сирот участками земли и квартирами, бросил дольщиков, там, невыплаченные зарплаты и срочно, основательно собрал совещание по вопросу маленького кафе Мухамедьярова. Честно говоря, ну, как говорят люди бизнеса у нас в Башкирии, это была абсолютно неприличная постановка. Что было целью изначально этой постановки, я не знаю, там, отстранения господина Степанова от должности, там, потому что он не сработался с Хабировым, или еще что-то, я не знаю. Предполагать сейчас об этом, наверное, уже не надо. Результатом всей этой постановки и всей вот этой вот инсценировки стала смерть человека. Безусловно, смерть Сидорчевой, конечно же, на совести и Мухамедьярова, и ее начальника, и лично Хабирова в определенной степени. Конечно же, всякое самоубийство всегда стечение обстоятельств, каких-то факторов, когда что-то на что-то накладывается и так далее. Версия о загадочном устранении Ольги Сидорчевой, там, какими-то злодеями, пытающимися скрыть обстоятельства этих событий, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики хотя бы, потому что перед смертью Ольга Сидорчева оставила предсмертную записку, в которой, ну, достаточно понятно объяснила свой поступок. В общем, конечно, я не знаю, удастся ли Хабирову как-то реабилитироваться в этой ситуации, но важнее, наверное, ему понять, кто организовал всю вот эту историю, кто привел этого сверхтоксичного Мухамедьярова к нему на инвестчас, и кто решил, что именно Мухамедьярову нужна сейчас помощь главы республики в виде заступничества от зловредных федеральных ведомств. Собственно, круг людей, которые могли это сделать, достаточно небольшой. Это или Сидякин, или Баширов. Именно они модерируют состав вот этих людей, которые приходят на инвестчас. Наивно было бы полагать, что на инвестчас может попасть любой желающий, особенно на инвестчас главе республики. И абсолютно понятно, что эти люди особым образом отбираются. И, конечно же, напрашивается предположение о том, что это начался какой-то платный вход. Кому как не Хабирову знать вот эту систему такого обусловленного доступа к телу руководителя. Я говорю о том, что во времена, когда Хабиров служил еще у Рахимова, была выстроена такая стройная система доступа к Рахимову. Там, заноса документов, попадание на личный прием. Те, кто был причастен ко всей этой системе, прекрасно знали, как это все работало. И, судя по всему, Хабиров пал жертвой примерно той же самой системы, выстроенной теперь в его администрации. То есть, вот это попадание на инвестчас Мухаммедьярова, на самом деле, случилось для него подставой и засадой. То, что пытались извлечь в качестве пиар-эффекта из вот этой всей постановочной истории с Роспотребнадзором, обернулось жутким крахом и провалом. Ну, как, собственно, и многие задумки пиарщиков и окружения Хабирова, которые сейчас реализуются в открытом пространстве, и мы видим их печальные результаты. В общем, конечно, Хабирову стоило бы основательно подумать о том, как организовываются эти процессы, что за ними стоит, за этими процессами, какая подложка у этих всех кейсов, кроме той, которую ему предлагают в качестве светлой идеи. По странному стечению обстоятельств, в прошедшей неделе в республике случилось еще одно заметное самоубийство. Речь идет о самоубийстве Виталия Багрова, представителя горкома КПРФ города Кумертау. Вообще, как бы, совершенно непонятная история, в том смысле, что почему это случилось до конца неизвестно. Известно, что господин Багров был в очень жестком конфликте с господином Кутлугужиным. Кутлугужин намеревался в ближайшие дни сместить его с этой должности и поставить своего человека. Конфликт был основан на том, что Багров настаивал на придании публичности информации о том, что Кутлугужин в угоду кандидату от «Единой России» фактически сдал округ, в котором работал Багров, не утвердил списки наблюдателей от КПРФ и членов избирательных комиссий. В общем, вот это самоубийство, конечно, нельзя относить к прямой деятельности господина Кутлугужина. Упаси бог меня обвинять непосредственно Юнира Гельмияновича в этой смерти. Однако, вот эта трагическая история очень четко иллюстрирует ту степень распада КПРФ в Башкирии и абсолютную неготовность Кутлугужина к выборам главы республики. Я неоднократно говорил, что упаси бог КПРФ РБ выставить господина Кутлугужина в качестве кандидата на пост главы республики, потому что вот этот шаг станет, ну, как бы последним гвоздем в крышку гроба КПРФ в республике Башкортостан. И чтобы немножко разбавить вот эту ужасную трагическую тональность сегодняшней передачи, расскажу веселую историю. На прошедшей неделе в Уфе и в Башкирии писался диктант по башкирскому языку. Это такое веселое мероприятие, значит, когда Мурзагулов диктует буквы, слова, а люди восстанавливают у себя навыки, знания и умения в области письменного и устного башкирского языка. Мероприятие, безусловно, полезное, нужное, и вот как раз оно четко иллюстрирует то, как должна быть построена работа по защите и охране национальных языков. И в этом диктанте принял участие Раде Фаридович Хабиров. Мы все помним, что в последние месяцы Хабиров сетовал на то, что он в определенной степени утратил навык разговорного и письменного башкирского языка, что он его интенсивно восстанавливает. Это нормально, это хорошо. И вот в контексте этого диктанта, который писал Хабиров, старался, он опубликовал на своей страничке такую, ну, ироничную такую запись о том, что я вот очень старался, наверное, у меня получилось не все правильно, но я старался и так далее, и так далее. В качестве иллюстрации к этой, значит, записи была приложена фотография маленькой девочки, которая старательно выписывает что-то внизу фотографии, и этот низ был обрезан. Если найти оригинал этой фотографии, то видно, что девочка это старается и пыжится, и пишет вовсе не башкирское и совсем не цензурное слово. И, собственно, к чему я все это рассказываю. Дорогой Раде Фаридович, ну, обратите вы уже, пожалуйста, внимание на тех, кто занимается вашими соцсетями. Все вот это вранье Мурзагулова о том, что вы сами занимаетесь соцсетями, абсолютно нам не нужно. Мы прекрасно понимаем, что руководителю республики крупного региона, отягощенного большими-большими проблемами, которые мы все видим, нет времени лично ввести свои аккаунты в соцсетях. Да и не нужно совершенно. Вы должны поручить это тем людям, которые не будут вас вот так вот постыдно подставлять. Потому что вместо фотографии вот этой вот девочки надо было что-нибудь другое разместить. В общем, конечно, это и смешно, и весело, и грустно.